Привет, друзья! Перед вами первый выпуск передачи «Гек-обзор», в котором мы обсуждаем новинки кино, комиксов, настольных игр, видеоигр. И начать свой первый выпуск мы решили с обзора первого коммерческого фильма этого декабря «Аквамен». «У Атлантиды всегда был царь. Теперь нужно нечто большее». «Что может быть больше, чем царь?» «Герой». А, вы меня не слушали, да? Чего ты говорил, Артём? Ты имел в виду самого лучшего блокбастера этого года? Да, вот давайте поговорим тогда для начала об ожиданиях. Мы, естественно, фильм уже посмотрели. Мы сходили на премьерный предпоказ. Да что, огромное спасибо Warner Bros. Russia. Классные ребята. Мы сходили на премьерный предпоказ. И давайте расскажем, какие у нас были ожидания, оправдались ли ожидания и всё такое. Ну давайте. Жень, что ты ждал от фильма? Я думал, что он будет идти как минимум два часа. Он будет цветным. Со звуком? Я на это рассчитывал. Ну на самом деле, они же под водой, звуков может быть не быть. Да, в принципе, могло быть не мой кино. Или там им каждый раз пришлось бы создавать огромный пузырь. Пузырь в смысле bubble. Ну то есть они бы сделали то же, что Артём 7 лет назад. Но только к каждой сцене. Ладно, шутеечки пошли. Давайте я посуществую. На самом деле, ожиданий у меня как таковых не было. Потому что, ну после всех предыдущих фильмов, которые снимали под эгидой DC Comics, уже было непонятно. Мне казалось, что это, возможно, это последний фильм старого режима. После которого уже сказали, что всё, мы не будем снимать по-другому. Мы сейчас всё сломаем, всё, что мы строили. У нас будут другие актёры. Мы погнали с Зака Снайдером, мы погнали с Джеффа Джонсом. У нас будет другое кино. Бен Африка. Этот фильм вышел. Но этот фильм сняли до этого решения. Чудо-женщина вторую хотя бы начали снимать после него. А этот фильм сняли до него. Поэтому, ну что, там могли... Он умело обходит, тем не менее, все эти решения. На самом деле, есть интересная мысль по поводу киноселена DC. В какой-то момент они уже забили. То есть реально, они перестали уже. Думали такие, всё, уже неудачно. Всё, ребят, больше не будем. И тут Чудо-женщина вот выстреливает. И они такие, блин, и что делать? Вроде бы как мы сняли первый такой фильм с девушкой-супергероиней. И заработали денег. И икона феминизма. Вот это всё. И мы, с другой стороны, уже готовы были бы похерить вселенную. Если бы Чудо-женщина не выстрелила, они бы закрыли все проекты. Всех рекаснули и всё забыли бы. Так закрыли бы ли рекаснули? Нет, всё просто. Я думаю, отменили бы. Это было бы очень просто. Это было бы просто. Но теперь у них есть один успешный фильм с одной успешной героиней. И они такие думают, что делать-то. Я, насколько понимаю, сейчас устремились к съёмкам феминистического супергероевского кино. То есть они прям будут делать это основной упор на женщин. Но пока анонсировано только один фильм такой. Так что пока рано говорить, что это прям тренд огромный. Но тем не менее у DC уже второй заявлен, а у Marvel целых ноль. Короче, в любом... Нет, «Чёрная дова». Ну пока ещё нет. В любом случае есть такая тема, что Джейсон Мамоа и Аквамен, который появился впервые в фильме «Бэтмен против Супермена», это такой пережиток старого режима. В эпичной просто сцене, когда он выплывает из-под коряги, думает, что-то вообще. Он из-под коряги выплывает. Джигурда просто в Ивану Купалу купает за носом. Сава, я говорю, есть коряга, и под ней живёт мужик. Это как мы узнали, что есть Джейсон Мамоа в фильме в роли Аквамена. Или на ней. Я сейчас говорю про «Игру престолов». А-а-а-а, понятно. Отсылочки. Окей. Короче, Джейсон Мамоа – это такой пережиток старого режима, когда у них ещё киновселенная начиналась, и они такие, ну, Зак Снайдер, который вот это всё натворил, понятно, что он хотел сделать самого брутального Аквамена на свете, чтобы на него точно никогда никто не смеялся, чтобы точно не было шуток, что Аквамена – Сакс. Чтобы Раджишку Тропаля ни разу не сказал это, да? Это тоже про Party Warner Brothers, поэтому они сами себя, собственно, харасили. Это называется. Вот. И поэтому они решили максимально сделать его таким просто огромным мужиком с гавайцем, просто всё татухи, и играть металл, когда он появляется, то есть всё максимум брутального образа. Играть металл, а Аквамен – игру металлу. Вау. Вот это пошли шутеечки. Ребята, как вы видите, обзор просто раскачивается на глазах. По времени повышать планку. И интересно, что про Мамо сейчас сказать ничего плохого особо не получается. Хорошего тоже, да? Мне меньше всего понравились Мамо в Justice League, в Лиге Справедливости, он был самый такой никчёмный персонаж. Несмотря на то, что они делали явно упор на то, что он такой мачо-брутальный и против стены. Самый никчёмный ты имеешь в виду из главных героев Лиги Справедливости, из основного состава. Потому что для меня самый никчёмный там был комиссар Гордон, который появился на две минуты. Даже меньше. Мы сейчас обсуждаем не фильм Лиги Справедливости, к счастью, хороший фильм, а фильм Аквамен. И, в общем, с Мамо поэтому странная история, но они решили, что достоин собственного фильма, буду снимать. Ужасная актриса Эмбер Хёрт, но об этом мы ещё поговорим, появилась тоже в Лиге Справедливости. Короче, всё это завертелось, началось, и в итоге мы имеем фильм на руках. Фильм. Я, собственно, идеальный зритель для этого фильма, потому что я, а, не читал ни одного комикса про Аквамена, и, б, ничего не ждал от фильма, абсолютно ноль. Я ничего не ждал. Я не знал, что там будет, я не следил за футажами никакими. Я смотрел один раз один из трейлеров, и всё. То есть мне этот фильм был настолько как-то неинтересен, его судьба, что я не особо за ним следил. Тебе нравится Джейсон Мамоа? В смысле, как актер или как мужчина? Как мужчина. Нет. Окей. Слишком не искренне прозвучало сейчас, да? Да, не очень. Я бы хотел быть Джейсоном Мамоу. Я, на самом деле, в последнюю внесу комментарий про Джейсона Мамоу, чтобы вы понимали подход Зака Снайдера ко всему. У Джейсона Мамоу в Джейси Слейк трезубец был с пятизубцами. Поэтому, когда они говорят в фильме «трезубец», это неправда. Они должны говорить «пятизубец». Потому что Зак Снайдер слишком брутального делал Аквамена, чтобы у него был обычный трезубец. Нет. Трезубец с тремя зубьями для лохов. Пятизубец. Пятизубец. Настолько круто. Вот настолько мы выкрутим всё. Чтобы Аквамен показывал средний палец всем своим врагам. Всегда. 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 Ну да, только так, что я хотел перейти. Это забавно, потому что ожиданий у меня тоже не было. Никаких. Но ты же хотя бы как-то следил. В смысле, это проект про героя, которого я много знаю. Про который я читал комиксы. Но, тем не менее, каст меня отвратил от него совершенно. А я вот ушёл с абсолютно чистым сознанием. Я даже не знал, что там будет играть Темуиро Моррисон. Как его правильно? Мой любимый фильм. Да. Который играл в жанре фейта. Я так обрадовался. Темуиро Моррисон, на самом деле, ветеран DC-вселенной. Потому что он играл Абин Сура. Человек, который отдал кольцо Райану Рейнольдсу. Человек, который совершил самую большую ошибку. В истории Уорнер Бразерста. Нет, там был Гранд Кэм. Всё красиво было. Мы тут все знатоки вселенных. Вы не думайте, что мы просто так что-то там собрались пообсуждать. Жень, ты что ждал? Я просто так пришёл пообсуждать. Я даже не смотрел это толком. Согласен. Согласен. Сейчас покажем вам вкратце про что фильм. Смотрите. Обломаю две штучки и... Ага, царь морей. Я, кстати, хотел сказать, что... На самом деле, это действительно первый где-то 15-го фильма. Да, я хотел сказать, что постер уже сам по себе максимально спойлерный, потому что Аквамен на нём стоит в костюме царя морей. Не надо. Царя морей. Да, вот этого. И с трезубцем, который он должен поедиты искать весь фильм. То есть, а там уже как бы он весь в препарате. Нормально всё. Мы уже рассказываем, что у него всё получится. Отлично. Окей, окей. Мне кажется, стоит сказать пару слов про фильм. Вот без вдавания подробностей, без сюжета, без всего. Вот просто вкратце. Давайте. Давай, там буквально два слова. Мне фильм не понравился. Не понравился по причинам, о которых я расскажу позже. Единственное, что мне там понравилось, это богатый визуальный ряд, картинка. Но кого в наше время удивишь картинкой, собственно? Научились снимать круто все даже в России. Огромное количество китайцев, хотели бы сказать. Да. То есть, визуальный ряд мне понравился. Всё богато, дорого. Я думаю, что фильм стоил минимум 200 миллионов долларов. И команде маркетологов и кинопрокатчиков, всех причастных, придётся потрудиться, чтобы такой бюджет массивный отбить. Потому что сейчас не все фильмы окупают. Потому что, например, недавно Раль, он до сих пор не окупился. Он идёт уже третью неделю и он далёк до окупания. Раль, два. До окупания. До окупания, да. Так что Аквамену реально придётся постараться, чтобы этот весь бюджет вернуть. Мне не понравилось, ещё раз скажу. Окей. Извини. Меня фильм вначале немного сбил с толку, потерял, поэтому у меня не получилось найти с ним какую-либо эмоциональную связь. Я всё время смотрел и мне не удавалось получить от него удовольствие столько, сколько хотели от меня создатели. Я всё время искал в нём какие-то минусы и думал, как можно поправить все или иные вещи. Поэтому это такой сложный очень был просмотр. Это такая дикая информация, да? Да, отличающая. Как старались создатели. Я прям представил, как Джеймс Ван снимает такой. Женьку иронию этот кадр точно понравится. Знаешь, всё там оставляем. На самом деле, там очень мало кадров, которые могут не понравиться. Потому что там каждый кадр можно вырезать на стену. Это была большая заслуга Джеймса Вана, на самом деле. Да. Джеймс Ван ещё один визионер в киновселенной DC. Там есть что-то хорошее. И оно, в принципе, в каком-то смысле, наверное, перевешивает что-то плохое. Потому что в чисто идейном плане все те вещи, которые не нравились в предыдущих фильмах, вот, наверное, могу сказать так, что у фильма есть свои минусы, но не повторять ни один практически из минусов предыдущих фильмов DC. Ни «Человека из стали», ни «Чудо-женщины», ни «Отреза самоубийц». Там ничего «Мама Марта» не зовут, это правда. Да. То есть его приятно смотреть, и он не оставляет после себя какого-то неправильного послевкусия. Ты думаешь, что да, можно какие-то вещи поправить, но тебе не жалко за это. Не за этих людей, не за то, что они у тебя попросили два часа твоей жизни. Я скажу просто. Это лучший фильм киновселенной DC на данный момент. Даже включай мою любимую «Лигу справедливости». А «Отрез самоубийц»? «Отрез самоубийц» на втором месте. На третьем. На каком? Короче, есть уже топ-3 фильмов отличных. Этот человек отстраняется, отработает над фильмом «Мой огром» навсегда. На самом деле нет. На самом деле нет. Кошелар. В любом случае. В фильме очень много минусов, но эти все минусы настолько несущественны, что их можно простить без проблем. Этот фильм хорошо, внезапно, что у меня очень делал, написан, пропланирован и проделан. Более того, я могу сказать, что это такие фильмы про героя. Это можно сказать, что это эталонный фильм. Потому что это «Алтимейт» фильм, который объемляет всю мифологию, рассказывает абсолютно все, выдает кучу локаций, персонажей. Вот реально меньше всего я ожидал. Но сейчас мы уже перейдем к спойлерам. Ты можешь увидеть, как мои глаза просто увеличиваются после каждого твоего плюса. Отлично, отлично. Бери «Блэкманту» и мы будем драться в прямом эфире сейчас. Можно сказать, что он максимально выжимает из героя? Мне очень понравилось, что мы таким градиентом расположились от «Вообще не понравилось», «Средний» и «Прям очень понравилось». Я не могу сказать, что я говорю, там очень много минусов, но для меня они перекрывают все. Потому что это фильм, это такой эпос, это такая легенда, это такой максимум комикс в оболочке, не знаю, древней истории. Это просто дико круто. И я не пожалел ни секунды просто, что смотрел этот фильм. Кроме тех 5 секунд, когда я убегал в туалет на сцене, которая была в трейлере специально, потому что ну как бы… Я хочу отметить, да, что на одной сцене Рома убегал в туалет, на другой сцене Артем. Кому очень повезло. Я же решил, что я не буду. Хотя я себе искал сцену, я даже нашел сцену, на которую можно уйти, но я решил, что нет. А кто из нас с Ромой больше потерял? Я когда ушел или когда Рома ушел? А я не помню на какой сцене. Артем потерял какую-то сцену с Оромом, поэтому да. Да, ты потерял сюжетный момент, ты потерял сюжетный момент. А я потерял шутку, как они собирались помочиться в древнем храме. Так что все нормально. Все еще сложно понять, кто из вас больше потерял. Дальше мы переходим к обсуждению со спойлерами. Да. Фильм надо и нужно обсуждать со спойлерами, потому что на самом деле особых спойлеров в сюжетах, которые мы можем вам испортить в этой истории, нет. Наверное. Его брат злодей. Потому что историю испортили до нас, собственно говоря. Нет. Как раз все очень хорошо. Они нассали в эту воду. Знаешь, как в операции, вам ничего не надо красить, все уже украдено до вас. Вот то же самое. Нам ничего не надо портить. Ну, начнем с истории. С сюжета. На самом деле, как я уже начал говорить, сюжет очень-очень сильно впитывает в себя, впитывает как губка морская все элементы комиксов про Аквамена. Там есть просто все, что ввел Джефф Джонс в 2011 году, когда запускали Нью-52 Аквамена. То есть максимально все элементы его новой мифологии. Все. Когда я говорю все, это значит, что я имею ввиду и вот Тренч, которые падшие первые злодеи в сюжете, и Вулка, советника, который играет зеленый гоблин Уильям Дефо. И каждый раз, когда в кадре появляется Уильям Дефо, ты ждешь, что у него чуть-чуть ухмылочка будет чуть-чуть больше, и он будет злодеем в фильме. Но нет. В комиксах на сантиметре недели Вулк – это злодей. Ты, как сценарист комиксов и даже кинопроектов, можешь проанализировать сценарий этого фильма и сказать, что же тебя в нем так смутило. Мне жутко не понравилось. Я единственное, что хотел бы сказать, что сейчас мы не будем обсуждать диалоги и подачу актеров, потому что это не то, потому что это вообще не то. Мне жутко не понравилось то, что создатели всего этого мира про Аквамен, они сами не верят в то, что они делают, и они противоречат себе каждые пять минут. Просто начинается какая-то история, и они полностью выворачивают ее в другую сторону. Условно говоря, приведу несколько примеров. Первый пример – Аквамен, который стремился спасти свой народ, стремился спасти людей. Под конец фильма в эпичной сцене вылезает на огромном каком-то крабе-убийце и просто начинает с жестокостью Супермена убивать своих собственных подданных подчиненных, разрывать на куски, взрывать корабли. И все это дело за своими подданными. На самом деле, сейчас мы пересмотрим этот фильм покадрово, и там Акашон никого не убил. Нет, нет, он убил. Там точно были моменты, когда взрывались боевые корабли с людьми, там были моменты, когда он направлял рыб, и эти рыбы просто сгрызали этих водяных людей, как это зовут, Атланты. Но если ты видел, в новостях «Атлантида» было сказано, что это было в нежилых районах. Короче, он реально, он стремится спасти свой народ, и при этом уничтожать свой народ. В какой-то момент он достигает вот такой суперменщины закоснайперской, просто безумие, что уже сама мера, которая просто прибегает к нему и говорит, чувак, ты уже столько людей порешал, успокойся, остановись, хватит. Самый лучший, на самом деле, не этот момент, а самый лучший момент, когда мера к нему подплывает, и она его целует, и они целуются, и это все в 3D они проплывают, и на этом фоне люди продолжают умирать, разрываться на части, но у них такая… И рука Джейсона Мамо ползет вниз… Эпичная сцена. К плавнику, к хвосту. Другой момент, например, я беру… Я не оспорил первый еще, да? Подожди. Ладно. Другой момент, например, мы берем не всю историю, вот этого Орма, как он там следил за мерой, а берем кусочек. Что мы видим? Нам показывают крупным планом, как тонет корабль, на котором типа погибли Аквамен и Мера. И Орм это видит и уплывает. Но уже в следующей сцене, говорит, находит черную манту, говорит, найди их, убей. Нам ничего не показывают про трекер, нам не показывают про трекер. А если у него есть трекер, то почему он сразу не увидел, что они уплыли на трекере? Артем, это та самая сцена, на которой ты ходил в туалет? Да. Да. Серьезно? Он показывает на голографическом экране, говорит, я вставил в меру трекер, но не так, конечно, говорит. Он говорит, на ней трекер. Типа, вот они. Поэтому мы знаем, что она жива. Она жива. Почему он сразу на них не напал, когда они уплывали в ките? Почему он не уплывал в ките? Потому что он набрался до дома и посмотрел, трекер там. Он не мог посмотреть. Ну это как-то вот это, например, еще один момент. Это как Дарт Вейдер, который летел в маленьком истребителе за люком, он же не мог сразу посмотреть что-то. Очень нелепый момент. В какой момент мы понимаем, что у нас какие-то из этих аквалюдей могут дышать на суше, а какие-то нет. Потому что кто-то ходит в специальных костюмах с водой, там даже шутка под это подобрана, а другие нет. И это никак не по какому-то королевскому роду вычесается. Нет, какие-то просто могут дышать, какие-то нет. Что за чушь? На самом деле только Вьена могла? Нет. Ее отец? Нет. Они все выбрались на сушу и стояли с Майдрейли, как они все пи***ли. Так они были близко к воде. Да нет, это чушь полная. То есть они вроде заводят одну какую-то… Нет. Ты не заметил, они выплывают и такие Дольфа Лунграда снимают шлепы. Моя основная претензия в том, что они какие-то вещи заводят и потом сами им начинают противоречить. Например, еще одна, просто гениальная сцена, когда… Первая гениальная сцена в фильме. На стене в доме. Газетная вырезка. Кто такой Аквамен? И фотографии просто черные, черный силуэт. Иннак вопроса. Кто он такой? Почему нет фотографии, понимаешь? То есть там же могла быть фотография… Человек. Атлант. Я тебе скажу так. В этой сцене ничего не поменялось, чтобы там была фотография. Он же делал селфи. На каждом селфи опять мужиков про датах. Кто из них Аквамен? Как ты поймешь? Еще момент. Еще момент, например… Буквально через 40 минут мы поймем, что Артем не может ничего предъявить к сюжетной составляющей. Секунду. Это сюжетная составляющая… А то как-то мелочам. Нет, они сами себе противоречат. Так. У тебя список что ли? Да, у меня список. Потому что Тора вырубили электрошокером. Нет, смотри… Бога грома. Например, нам показывают очень большую сцену, в которой целая команда наемников с автоматами, с новейшей штукой захватывают подлодку. Ну а сражаются с ней, убивают, но она тонет. В следующей сцене уже новая подлодка, которую один черный манта захватил. Нет, нет, нет. Подожди, Артем. Это та же самая подлодка. Нет, она затонула. Вот они ее там нашли. Они же сказали, что это та же самая подлодка. Он говорит, что ту же самую подлодку ты украл, она затонула и мы ее использовали. Это немножко мутный момент в фильме. Это мутный момент. Я согласен, что это объяснено плохо, но это та же самая подлодка. Фильм начинается с того, что злодей, вот этот мужик и его папа. Вот этот мужик. Вот эти мужики. Это мужик и это его папа, что они захватывают подлодку. Да. На самом деле, когда я говорю о том, что в фильме огромное количество элементов из разных историй про Аквамена, я говорю, меньше всего от фильма я ожидал оригина «Блэк Манты». Он начинается с оригина… Причем очень скучного. Мой дед воевал, и вот кинжал, и тебе… Кинжал в фильме так и не появился больше, поэтому все хорошо. Он просто дал ему название. Это Артем называется «Амальгама классических комиксов сюжетов в большой блокбастер». Который, по сути, никак не отыгрывается. Фильм «Майер Гром». Но фильм «Окламан» отыгрывается. Он же приобрел невероятного врага, который будет с ним теперь воевать. Как его это прозвище отыгралось? Что с ним смотрит? Ему же дали бы костюм отстойный белый, а он-то сделал красивый черный. То есть, если бы его отец не сказал, что его деда звали «Черная Марта», ты думаешь, он бы не сделал черный костюм? Нет. Нет. Нет больше никаких элементов, которые навели бы его на мысль сделать себе черный костюм. Смотри, у тебя трагический оригин, ты пират. Сомалиец явно какой-то. Продвинутый сомалиец. Продвинутый сомалиец в водолазном костюме. И ты грабишь подлодки. Русские подлодки. А «Кламан» спасает русские подлодки, поэтому сказали бы, что нереалистичный фильм. Это же «Кантер-киллер» получается. Кстати, я сейчас порадовался, что никто не узнал в Министерстве культуры о том, что в этом фильме спасает русскую подлодку. Потому что вот чуть-чуть, и он как бы не получил свое прокатывание. Короче, моя основная претензия к фильму в том, что он сам тебе противоречит во многих моментах. В мелочах. Ты сейчас не предъявил. Для меня эти мелочи, они мирообразующие. Вода в горло попала. На самом деле, какие-то вещи, конечно, есть. Я думал, что это просто результат того, что фильм делало большое количество людей. Потому что сам упомянул, что фильм, ну, дорогой. На самом деле, когда смотришь на экран, ты думаешь, каждый доллар на экране. Это безумно, на самом деле. Это то, наверное, чего не хватало Лиги Справедливости. То, чего даже не хватало Уидоновским Мстителям. То есть он понимает, что Уидон все снимает очень камерно. У него все сцены даже. Ой, мы бежим по городу, мы показываем мою гулочку. Ой, мы все крутимся, а вокруг пришельца нет. Просто камера пролетает. Когда ты смотришь этот фильм, тебе кажется, что… Когда ты смотришь этот фильм, ты думаешь, что вот это, наверное, реально первый фильм, который вот так снимают эпик супергеройский. То есть вот это вот, других вот что на ум приходит. Нет таких фильмов. Где везде есть пара, две-три крутых сцены, но вот этот фильм – это просто вот такое комиксное, что-то эпичное. Оно даже больше напоминает не супергеройский фильм, а вот типа «Битву титанов», там вот эти вот все эпосы такие крутые. Кстати, я так понимаю, что там работали над «Битвой титанов» то ли сценаристы, то ли создатели. Да, сценаристы. Я вспомнил такую смешную вещь, что перед показом Джейсон Намоа сказал, что мы уверены, что этот фильм станет самым крутым блокбастером про подводные миры. И я такой подумал, но учитывая то, что единственный блокбастер про подводные миры – это водный мир, как бы особо стараться не надо даже по сути. Привет, Кевин Кошнер. Папа Супермена. Особо даже стараться не надо, да. Но ты понимаешь, что у них были общие вещи, которые у Джеймса Ванна и у Дата Снайдера. Вот. Но, тем не менее, реально фильм выделяется из всех фильмов суперверсов, которые были в этом году и вообще до этого. Во-первых, пипец визуальный ряд – это мы не будем говорить просто. Это реально все деньги на экране, все дизайнеры, наверное, там озолотились. художники. Но при этом плохая визуализация персонажей, когда они плавали, но то мне не понравилось. Ну помнишь, когда… Было видно, что они 3D шутки плохие. Согласен. Но вообще, что это было типа а-ля подреалистичность. У нее реально, я смотрю, она чуть-чуть всплывает назад, и видно ее тройные подбородки. Все про Эмбер Перкер, конечно. Самый классный момент фильма, когда монтажная Эмбер Перкер превратилась в вулка. Это вообще просто эпичный момент был. Да. Вот, кстати, ты говоришь, у фильма-то сюжет очень круто встроенный в флэшбеке. Я говорю, этот фильм, он меня чем порадовал? Он реально обо всем. Обо всем, что связано с героями. Мне кажется, они реально психанули, говорят, короче, вселенная уже закрывается, уже неуспешно. Отрываемся по полу. Делаем фильм про Аквамена. Есть ограничения в бюджете? Нету. Ребят, все вообще, давайте во все, отрываемся наконец. Потом они уволили и Джонса, и Берга, все, которые видимо одобрили проект этого фильма и поставили других людей. А бюджет-то остался утвержденный. Бюджет уже, все, уже Джеймс Ван все потратил. Ты сказал, у меня была такая мысль, что помнишь, когда вышел трейлер, все сказали, что это будет Черная Пантера, но только под водой. Помнишь, все говорили? Когда фильм объявляли, все думали, что это будет Тор только под водой. Когда вышел трейлер, все думали, что Черная Пантера. Оказалось, для меня лично оказалось, что это Черная Пантера наоборот. То есть там все в точности наоборот, и это не круто, а наоборот плохо. Ну, то есть, смотри, в «Черной пантере» там есть наследник трона, к нему приходит чувак, который требует от него всё, он побеждает его, «Черная пантера» вынужден там сбегать, скрываться, он всё теряет, но потом возвращается и отвоёвывает. А тут наоборот, тут чувака, которому вообще, по сути, ему ничего не нужно, его как-то там затаскивают, он сражается, но при этом не проигрывает, ничего трогным счётом не теряет, почему-то идёт, ну, то есть, как-то выдашь, «Медо-Черная пантера», вот что-то такое, вот как-то. Я честно скажу, что мне «Черная пантера» было намного скучнее, чем «Черная пантера», всё настолько по трёхажерной системе, здесь, как бы, они вбросили, не знаю, сколько мультиасков со всякими, это как видеоигра, вот, Женя вчера сказал отличную мысль, говорит, там, когда начинается новый уровень, тебе пишут название уровня, где ты появляешься, такая, «Впадина», «Уровень-4», «Сицилия», «Уровень-3». Нет, ну, я понимаю, им нужно написать, «Мы в Сицилии», там, ещё какая-то страна. Поцеловать Эмбер Хёрд – самый сложный уровень. Та-та-та-та. О, Боже, да. Ну, что, Мамо, он говорит, в конце концов, Джейсину Мамо реально во всё время съёмок пришлось общаться с селёдкой. А-а-а… На самом деле, про актрису Эмбер Хёрд может быть очень много, но слово «актриса» для неё – это большая лестница. Она дико красиво выглядит с мокрыми волосами, красными, прям… Если бы мне было 14 лет… Артём, это точно не… Я бы влюбился. Это точно не Warner Brothers, а Brothers. Реально, если бы мне было 14 лет, я бы прям влюбился вот в этот образ, вот, когда у неё мокрые волосы, мокрые. Ты бы… А так она… Ну, так, но вот прям с мокрыми волосами она просто шикарная. Ты бы взял её на роль Юлии Пчёлкиной? Нет. Почему? Ну, как же, не может быть Юлия Пчёлкиной быть и её одновременно Мера. Нас просто купил DC, и поэтому одни и те же актёры не могут играть в одну вселенную. Жаль. Да, собственно, про Эмбер Хёрд можно говорить очень много и долго, но, блин, на самом деле её актёрская работа в фильме просто… Да, тут такой небольшой дисклеймер, что мы полностью против того, что было с ней в её жизни, то есть тут нет никакого этого… Ну, если я говорю ещё, когда её Джонни Депп отвратили ***, да. Мы это осуждаем, тут идёт речь исключительно о… Джонни Депп отвратительный ***. Да? Это бесспорно. Кто спорит про это? Как бы к ней больше уважения, чем к Джонни Деппу за последние 15 лет? Понятно. Да. Окей. Но как бы… Как актриса она из себя ничего не представляет, потому что это очень плохо. Вообще, мне кажется, основная проблема фильма в том, что режиссёр очень мало и плохо работает с актёрами, то есть они иногда… Ему придавали работать с актёрами, как ты думаешь? Мне кажется, да. А кто сам будет работать с актёрами? Кто мог ему запретить? Я понимаю, что ему было интереснее создавать crab people, там, вот этих всех летающих морских коньков, но реально там… Вот именно работа с актёрами, вот именно подача персонажей диалогов, вот этого всего, сцен, то ли это уже в русском рубеже всё так плохо, но иногда это смотрится с такой… А у тебя есть вот персонаж, который… Ты прям влюбился в который? У меня не было ни одного такого персонажа в фильме, в который я прям вот так вот переживал и думал, что вот он красавчик. Вот он красавчик? Уорн был красавчик. Дольф Луберн был красавчик. У них… У них… У многих персонажей были реально шансы стать такими персонажами, потому что у них были реально заложены в сценарии такие сцены. Я очень ждал от чёрной манты вот такой штуки. Я очень ждал, что чёрный манты будет новым киллмонгером. Вот такие вот прям… Ну, это всё-таки не его история. Ему для этого нужна была более идеалистическая, что бы сказать, концепция персонажа. А чёрный манты – это просто злой чёрный терминатор, который хочет убить Аквамена, чтобы не спас его папу. Да? Нет, у всех были моменты, где была претензия… Вот, кстати, момент с папкой, да, то есть, как бы у нас в начале фильма Аквамен, ну, он, да, он урод. Да, он не спасает. Он не спасает. Он не спасает. Он не спасает. Даже так, он не спасает, а он уходит. И, как бы, мы потом не видим развитие этого момента. То есть, смотрите, мы видим, на самом деле, развитие этого момента, когда они с Мира, если вы помните, плывут на лодке… Да, он говорит… «Я не спас, я плохой». «Я не спас, я плохой». «Я не спас, я плохой». И вот это подано так мимоходом и так интересно, что, как раз, вот этот момент, я считаю, режиссерский, режиссерский. То, что он должен был актёром дать этот момент, отыграется так мощно. Потому что даже, простите, в фильме «Чудо-женщина», когда ты спали, плыли на лодке. Так же. В запад… Спали вместе, но не занимаются сексом, при этом. Именно. Зачем ты сказал? Ты говоришь, даже когда они плыли, там был поворотный момент. Но я считаю, что даже если этот момент не был бы бездарно фрослым, извините, за мой право сути, все равно это не важно, потому что потом аквамэн, который начинает ценить жизнь людей, убивает своих собственных соотечественников, разрывает их на пусти. Какая война? В конце концов… Подожди, нет. Какая война? Он пришёл туда, чтобы остановить войну, а не продолжать её… Там есть фанатики, плохие люди. Нет, на самом деле, когда Супермен рушит здание, и когда гибнут невинные люди, и когда люди идут на войну в доспехах… Люди, которых принудили идти на войну, не забывай. Принудили. А как? Нет, там отчётливо говорится, что это и только хотят этой войны, хотя только верхушка, а все остальные люди, которые… Там же были генералы, солдаты, которые охотились, выполняли все приказы, явно были какие-то… Ну, опять же, у меня к последней… Короче, это была армия, а были ещё там сидели в ракушках, хорошие добрые атланты. У меня претензия вот к этой основной финальной драке, это же не то… это же не то, что стремился остановить Аквамен. Он-то стремился остановить нападение на мир людей. Этого даже никак не показали, даже в зародыше, в зачатке, никак. То есть это, типа, когда-то, спустя несколько месяцев, когда мы соберём четыре армии и нападём на сушу… Ну, то есть, по сути, он останавливает конфликт, останавливает проблему, которая сейчас даже не началась. Он спас много крабиков. Кстати, за счёт этого фильм реально не воспринимается как супергероевское кино, потому что он не спасает в фильме людей, в фильме нет людей, он просто… Он выполняет квест. Это несколько своя разборная. То есть, основная фишка была в том, что я должен спасти людей, но людей даже не пришлось спасать. Всё, что люди видели, это то, что чуть-чуть затопило дома и выкинуло мусор, то есть на людей это вообще даже никакого импакта не произвело, то есть им пофиг. У них там, знаешь, умирают, сражаются, там просто гибнут сотни тысяч подводных жителей, а у людей такие, эх, блин, опять мусор на пляже, не пойду сегодня купаться. Что-то такое, то есть, как, нет, а ощущение то, что действительно важно, чтобы… Чуть не погиб бравый смотритель маяка. Но, кстати, это важный момент, который стоит озвучить. На самом деле, это большая разница между фильмами Marvel и DC. В Marvel все главные герои – это люди. Вот этот фильм демонстрирует основную концепцию DC, когда они начинали только, ну очень простая концепция, то есть, герои DC – это боги, это не люди. И в этом оно продолжает… Не люди? Не люди, да. И в этом оно продолжает концепцию Дека Снайдера, о том, что типа, Питермен – это бог, остальные боги, Диана там тоже, да, соответственно. Здесь Аквамен, вот эти все разборки – это же божественные разборки. Нам показывают, сам начал, как рухнула Атлантида из-за того, что боги решили поиграться с вот этой волшебной энергией, да? Ну, то есть, когда ты смотришь фильм Marvel, ты смотришь, ну, как человек-муравей, да, там, например, это просто мужик, который идеально работал в Баскен Робертс, да, который, думаю, там, даже Тор в Marvel – это был обычный мужик. Ну, нифига, он, да, на самом деле, до Войны бесконечности Робертс… Я вот сказал, необычный мужик, помещенный в обычные обстоятельства. У него не было такого… нет, мужик был совершенно обычный, просто такой, ну, воин такой, ну, быдлан, как он себя… До момента, там, какого-нибудь Войны бесконечности, когда он реально прилетает и смотришь, да, вот это божественное вмешательство, да, вот этих сцен, это был просто мужик. Ну, да. Извините, сейчас скажу. У меня основная претензия как раз вот к этой божественности, потому что я абсолютно, ровным счетом, нисколечко не переживаю за главных героев, потому что, когда у тебя в первой минуте, первые 10 минут фильма стреляют из гранатомета в главного персонажа и на нем не царапины, тебе становится пофиг на него, ты понимаешь, что, ты понимаешь, что Тони Старт может умереть от удара, от меча, от нехватки кислорода, воздуха, воды, чего угодно. И когда был последний раз в фильме, в котором ты переживал за Тони Старта? Да вот, Мстители, Война бесконечности, когда его проткнули мчу. Я переживал, я думал, реально его сейчас гропнут. Ну, да, я думаю, да. А тут такого нет. Один раз за 10 лет. Сколько бы ни били, все равно ничего, не царапин, и поэтому тебе становится реально все равно. Ты понимаешь, что что бы с ним ни сделали, с ним ничего не будет. А даже если его порежут, Эмбер Хёрт его обмотает водорослями волшебными и уживительными, и в следующей сцене он опять как новенький. Хотя, что он тебя обмотал водорослями. Но в этом действительно есть проблема. Вот даже не будем брать даже того самого человека из стали. Это на этапе комиксов произошло. То есть все же не любят Супермена за то, что он... Да, это все понятно. Нет, но Аквамен это можно было сделать таким же, например, как Тора. Просто вот чего мне в фильме не хватило, это то, что он так начинается, то, что мы делаем Ориджин. Вот его папа и мама встретились. Все, хватит надоело, давайте просто показать его уже взрослого и как он идет спасать людей. Не хватило вот сцен, где он реально просто... Как он живет, чем он еще по жизни занимается, чтобы хоть немножко к нему проникнуться. Да, да. А те сцены, которые были, они, знаешь, слишком наиграны. Ой, вот маленький Аквамен, мы найдем двух быдлонов, которые его задираются непонятно зачем, непонятно почему, просто они плохие. То есть нам выдают персонажей, нам выдают Аквамена, потом нам выдают Меру. Хотел бы просто сказать, но не буду. Когда Мера выходит, она начинает его зазывать, выполнять какой-то квест, мы вообще не понимаем, кто такая Мера. Нам не помогает Лига Справедливости, в которой мы не понимали, кто она такая. Я почему-то думал всю дорогу, что она ему лучшая жена. Когда они встречаются в Лиге Справедливости, мне почему-то казалось, Возможно, потому что так писали в слухах про фильм или еще что-то. Нет, потому что Артем все-таки знает про комикс. Нет, подожди, когда они встретились, они так общались, как будто они давно знакомы. Ты не помнишь этого? Нет, там не так было. А как там было? Она говорит, что-то я тебя слышал уже, что-то такое, на первый раз. Точно? Я пересматривал фильм «Единственный человек на планете». Но когда ты смотришь фильм «Аквамен», ты смотришь на эту меру, ты думаешь, ну ладно, кто она такая. Где-то только на середине фильма выясняется, что оказывается она должна выйти замуж за этого Уорма, оказывается она дочь царя этого Лунгрена. А кто она такая, ты не знаешь полфильма. Ты не знаешь, кто такой Аквамен, по сути, как человек, как бог. И ты за ним уже начинаешь следить. Про Аквамен тебе, на самом деле, ничего знать особо не надо. Это сильный мужик, который прикрывает и спасает. Тебе его мотивацию, его обучение с Уильямом Дефо, его с отцом тему, то, что вот про мать вот это все, погибшую, да, тебе ее дают через флешбеки на протяжении фильма. Но вот это как раз, это вызвано желанием, наверное, сделать, чтобы фильм был не скучный. Потому что если просто хронологически показывать... Да, потому что если бы мы показывали, смотрели первые полчаса нашего детства, мы бы реально уже... Тут я понял, чего они хотели добиться, но этим они создали другую проблему. Ты не успеваешь с ним законнектиться вообще. Ну, так они выбирали эту зону. Not relatable, да? Вообще, да. То есть ты не успеваешь. Как у меня отличие... Я уже понял технически, а вот в чем его история мотивация, но это произошло уже в тот момент, когда он уже... Катерял тейк к нему интерес. Ким идет полтора часа, мне уже пофиг на это. К этому времени уже все, ладно. У меня про мать Аквамена есть еще такая небольшая претензия. Но эта претензия, она в общем из-за общего бэкграунда фильма. То есть чуваки потратили 200 миллионов долларов на то, чтобы снять фильм. И Николь Кидман у них молодая принцесса, которая сбегает из-под венца, но выглядит при этом как сорокалетняя девушка, которая очень красивая. И они подпочли сделать ее в прошлом сорокалетней девушкой, а в настоящее время уже старушкой, типа семистилетней или сколько ей там лет. Почему они не могли ее просто омолодить и показать ее в нынешний момент, сорокалетней, как она сейчас есть? Не, она так и есть. Но они не омолодили ее настолько, чтобы она выглядела очень молодой. Так и есть. На самом деле оба актера в первой сцене омоложены. Насколько? Это заметно. Даже если ей 30, то почему ей 70 или сколько? Это же не прошло 40 лет в любом случае. Или она питалась исключительно рыбнишками и крабрами? Да, у меня даже мысли не было заложено, что я даже в 20 лет я не смотрю, но 30-35. То есть она такая старая девушка, которая... Подожди, стой. Это же был ее первый брак, она не могла быть такой старой. Мне кажется, по замыслу мне почему казалось, что это такая своенравная девушка, которую выдают замуж, и она не хочет, и поэтому она сбегает. И поэтому мне кажется, что она должна быть 16-летней, 18-летней, что-то такое. А не когда ей 30 лет, ой, наконец-то я выйду замуж, не пойду. Ну это ты придумал, спросил. Ну почему? Придумал. Мне так казалось. По сути, это же так и бывает всегда, что когда молодую девушку выдают. Когда у тебя есть Николь Кидман, они такие, у нас есть Николь Кидман, мы компьютера чуть-чуть омолодели, нормально, она, в принципе, ее особо даже даже нет, вот если кто заметил, вот Тимуэру Моррисона как раз омолаживали. Я настолько, что я вообще его не узнал в первой сцене. Да, да, да. А здесь как бы вообще вопрос не возникло никому. Помимо того, что она Джанет Ван Дайн, которую нашли. Ну да. И самая классная боевая сцена с ней, я считаю. В начале? Да. Да. А кстати, вот у меня она понравилась меньше всех, как именно визуально, из-за того, что она очень смотрелась компьютерно. Да. Дальше фильме сцены были. Из-за того, что мужики поражают камеру, вот так вот двигаются за ней. Да. О, кстати, еще очень классный момент. Волосы. Это просто шикарная придумка. Тем, кто это сделал, я оставлю вот большой лайк, палец вверх. Такой, большой лайк. Да, палец вверх. У всех персонажей фильма охренеть, какие длинные волосы. И они используют это в боевых сценах на максимум, потому что они всем каскадерам леют от длинные волосы. И во всех драках у людей лица закрываются волосами. И вообще не надо париться на тему того, что там каскадер делается, а не каскадер. Пров деформация у нас работает на всех уровнях. Это действительно, это же круто. Это же реально, то есть шикарно вообще. Более крутой прием – это когда ты просто надеваешь костюм Бэтмена на каскадера, и он дерется в костюме Бэтмена, там вообще не видно лица Бэнафри. Они как с Ормом делали. Ну да, с Ормом. Но вот эти волосы, заметь, у Николькина длинные волосы, у Ахламена длинные волосы, у Меры длинные волосы. Вулка не дерется, но как бы у него волосы. Орм как бы он такой. Орм в шлеме. Орм, а. Неплохо. Это было важное добавление к достоинствам фильма. Молодцы. Но режиссура экшена в нем действительно крутая. В чем Джеймса Ванна не откажешь, еще с Форсажа, как бы то, что он реально какие-то инновации привносит. Почему Джеймс Ванн не мог рассказать полностью о Форсаже? Потому что Вин Визель лысый, и Дуэйн Джонсон тоже лысый. Поэтому не волосы. Да, не закроешь лица волосами. Жень, как тебе, кстати, шутки именно? Шутки. А там были шутки, надо было сказать? Мне понравилось только одна. На самом деле мало. А, самая смешная шутка, это то, что женщины Атлантиды все время жрут что-то странное. Да, да, да. Там была смешная шутка, когда они ходят по базару, и Мера захотела букет цветов купить, и она смотрит, как люди там едят фрукты, и она, по их примеру, начала есть розы. Это выглядит абсолютно идиотски, и вот это мне понравилось. Я напоминаю, почему я сказал, что женщина Атлантов, потому что Николь Фидна в первой сцене собирает съесть рыбу из аквариума. Так, а все, где-то суши не ел, что ли? Я говорю, женщины Атлантиды, они привыкли к очень странным деликатесам. Да, вот такого юмора в фильме не хватало. Там реально был натужный юмор, когда они ходят вместе по пустыне, начинают обсуждать разницу между Землей и Атлантидой, что-то такое. И там даже музыка такая играет, такая струнная, что типа ой, сейчас смешно, смотрите, как мило, давайте всех ка-ка-ка. Да, они пытаются выжать из себя вот этот мешок. Вот таким... Я считаю, что это не работает только за, опять же, за актрису Эмберторту, потому что у нее все реплики, даже когда она бывает там, бичи или что-то, у нее она только неестественно все смотрится. Даже Мамо своей харизмой, он как-то этой сценой пытается, он понимает хотя бы где, как играть, а она просто нет. То есть вот, к сожалению, так получается, что основной женский персонаж фильма – это основная его проблема. Мне показалось, что очень много возможностей для шуток были упущены. Например, сцена... И сейчас Артем придумает вам свои шутки, и это продается еще 40 минут? Нет, почему? Быстро, у меня один пример только. Когда Квамена сильно побил «Черная манта», он лежит, умирает, и Эмбер Хёрфи подходит, и он такой, я умираю, что-то там начинает говорить, что такое мне плохо. И я-то думал, что сейчас будет, что он скажет, как я могу помочь тебе, и он скажет что-то типа, я хочу поцеловать тебя на прощание, что-нибудь такое. И она его целует, и он такой, ха, повелась, развел тебя на поцелуй, что-нибудь такое. И она ее бьет по голове, и он там отрубается, или еще что-то. Отрубать ему голову. Но как-то, чтобы потом следующий поцелуй он был более, знаешь, таким естественным, а сейчас он появился вообще из ниоткуда. Но нет, Аквамен просто говорит, я умираю, и теряет сознание. То есть они, вот эту вот интересную, вот эту, как я себе представил. Я себе простроил вот такую сцену, но ее не было, и я такой расстроенный был. То есть я понимаю, что это такой синдром, что вы снимали. Да, я понимаю, что синдром типа несбывшихся ожиданий, но мне почему-то показалось, что это было бы действительно забавнее, чем вот просто пафосная сцена из ниоткуда. Погоди! Что? Я не успел записать. Я запомнила. А ты нет? О, да, абсолютно. И что он сказал? Что-то, кто-то и трезубец. Мне кажется, один из очень ярких персонажей получился все-таки Орн, потому что я очень боялся синдрома Локи, потому что у него стандарты, да, младший брат, который вот это все. Но при этом он откровенно с первых сцен начинает хитрых игр, он говорит, я тебя ненавижу, ты мразь, из тебя маму убили. Сволочь ты такая. Но на папу он при этом не злится, да? А? На папу он при этом не злится. Папа уже нету в фильме, так что все, может он папу сам убил. Он говорит, мы этого не знаем, он просто говорит, я тебя не люблю, ты скотина, из тебя маму любили. А вот в конце, когда мама возвращается, сразу видно, что у персонажа есть какая-то эмоция, да, вот все. То есть это его линия, она приблина к концовку. А ты можешь объяснить концовку? Ты можешь объяснить концовку фильма? Что? Для меня это опять просто… Что такое главное? Нет, для меня опять какая-то не докрутили, сами себе противоречат. То есть что происходит в концовке? Аквамен говорит, я тебя не буду убивать. Орн говорит, нет, убей меня. Потом приходит мама Аквамена, говорит, друзья, не ссорьтесь, я всех вас люблю. И Аквамен говорит, хорошо, мама, отправить его в темницу, что? А почему? Это говорит Зеленый Гоблин. Ну то есть… Нет, это Аквамен… Нет, это Аквамен сказал… Нет, это Аквамен сказал… Он говорит, подащите ему камеру. Это же отыграли… Они отыграли сцену, в которой Орн… Это все? Смотри, на самом деле… А, это все. Это не Блантиский план. Этот план, как Норман Осборн захватил Атлантиду, как бы, Даркоменд. Вот в чем суть концовки? Они помирились, они простились, что там, типа… Вот есть недосказанность какая-то? Орма оставили, его не стали убивать, а оставили перспективного персонажа для дальнейших фильмов. Рассказался он, не рассказался, это не показывается. Ну, очевидно, нет. В состоянии с мамой очень понятно, что он, на самом деле, не для чего все это было. Всех ненавидят только из-за мамы. Тогда получается, что ему и надо стать добрым, и… Кто знает, чем тогда что-то… Кто знает. Может быть, он объединится со своим братом против общей угрозы. Вообще, в этом плане Орма еще такой очень комиксный писатель. Потому что они все там так писают, где-то думают, все, зовите меня, повелитель океана. Шинспира решил дать прямо в этот момент. Этот фильм, он действительно, он максимально суперкомиксный. У него есть все из комиксов про Аквамена. И вот сколько смотришь фильмы по комиксам, и все они стараются, ну вот как нам сделать, чтобы герой себя назвал, где нам ему имя там дать. Мы придумаем, как Дардевилу назовут Дардевилу в какой-то момент, в конце сезона уже. Здесь не так. Чёрный Манта говорит, все, теперь зовите меня Чёрный Манта. Орм говорит, все, теперь я Ocean Master. Аквамен говорит в конце, теперь я герой для людей и для Атлантов. Я Аквамен. Все называют себя просто по никнеймам. Просто абсолютно. Даже им не нужен Бориалин или Циска Рамон. Да, никакого стыда нету. Просто они все сами себя называют. Нормальная работа. Да, так можно было, оказывается. Да. То есть это выход на какие-то другие правила игры. В общем, идея-то в чём, вот не до этого фильма все время в DC они были какие-то, ну реально, вот что-то в них другое было даже. То есть не до комик, то есть серьезность. Да. Какой-то вот перебор с мрачником или что-то такое. Вот даже Чудо-женщина после у неё выходишь, такой у тебя просто вкусно. Он такой, я не понял, хороший это был фильм или нет. Ну, в смысле, я посмотрел, там было сцены, вроде как он говорит, ладный такой, вроде как что-то там это, а что-то не очень понравилось. Он сдувается. Ты даже выходишь, ну типа, да, ну нарезанные кадры, сцены, типа, ну мне всё равно понравилось. После этого в Кольце Формена выходишь в мои глаза. Да, после, да, после человека из стали, вообще хочется шею свернуть вот так вот, как генерал в году. Но, тем не менее, вот после этого фильма я вышел такой, блин, охренеть какой эпик, вот это я прочитал масштабный комикс, да, такой фильм, вот это я посмотрел масштабное кино, я не знаю, 300 миллионов или сколько оно стоило. У меня такие двойственные ощущения, потому что, по идее, этот фильм должен понравиться детям, но детям он не понравится. Потому что там ужасно страшная сцена с этими обитательными глубинами. Не, не страшная. Ну, в самом деле, не такая страшная. Ну, она прямо хоррорная какая-то. Ну, это то, что Джеймс Лан. Да. Ну, как бы, ну, вот пропихнуть... Это как, знаешь, это как Человек Холл 2, который Сэм Рэмми впихнул в эти щупальца. Осмелло бы, да. Ну, вот она мне показалась чересчур. Знаешь, я вот увидел, что у каких-нибудь дистилетторов, которые посмотрят, у них реально будет кошмаром от этих чудищ. Мне очень понравилось, что эти чудища вообще в фильме были. Я говорю, потому что реально в фильме впихнули все, что можно только из комиксов про Аквламена вставить. Только все. Ориджин Черного Марта есть. Все эти Семь Королевств есть. Тренч есть. Да. Это падшие, соответственно. Это, собственно, главный, один из главных там владеев были у Джонса. Есть даже вот эти вот соседние вот этих государства, Царь Нерей, да, все вот эти с Мерой. Да? Которого просто в первом же сцене слили. Нет, это Дорт Лундград. А, нет. Царь Нерей, ты что? Айван Драгов. Айван Драгов. Айван Драгов. И его проткнули сразу. А, это в российском дубляже прекрасно названы Рыбаки. Хотя, чтоб ты понимал, это Fish People. Рыбаки. Вот. Ну, ладно. Это наследие Александра Рыбака, да? I'm in love with a fairy tale. Да. Окей. Если хоть один выйдет выпуск, где я не пою, закрывайте все шоу. Мы его опубликуем. Закрывайте все шоу. Да. Вот. Но при этом это такой размах у фильма. Когда они в сотый раз сменили локацию, я уже думаю, это реально до сих пор происходит. От Индианы Джонса о приключениях в пустыне. Они перешли в какие-то подводные храмы. То есть, где началась эта избитая титана. Ну, они отсыпали прям вообще. Где огромный этот кракен. Я думал, что этот кракен. Ну, сейчас он будет бить какое-то страшное чудовище. Я так ждал, что это будет краб из муаны, ты не представляешь. Я так ждал, что это реально будет краб из муаны. Как он пел краб из муаны. Как он пел краб из муаны. Эти вещи, светяшки всякие, светяшки. Я помню, которого Илья Алгутенко озвучил в российском биближе. Блески. Я вспомнил, как он. Да? Шайный. Да, 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 да. Вот. Так что, я не знаю, сколько, вот мне кажется, что фильм, реально, он каждую минуту своего времени, он не скучно. Там нет таких вот провисов. Вот ты говоришь, что тебе скучно? Он предсказуемый? Да, я согласен. Там, в принципе, твистов-то нету. Твист один, что мама выжила. Старается разжевать, на самом деле, все, что только может, как бы. Как ты там пошел? Один ваш друг подключил там датчик. Ну, это настолько нелепо выглядело, ну реально. Наконец-то Артем Гурлядов узнал, как выглядят его диалоги в кино, если их не редактировать. А все потому, что Артем посмотрел этот фильм. Части больше никто никогда не узнает, как они его любят. Да, потому что я там отстранен над работой от фильма. Теперь, ну господи, сколько шуток мы еще можем шлить. Короче, ребята, супергеройский эпик внезапно. На мой взгляд, фильм просто скакнул такую планку, который реально далеко супергеройскому кино, ну современному. Они сейчас все стараются реально что-то адаптировать, что-то снять. А это чистый комикс, реально чистый комикс, смешанный с, не знаю, легендами и мифами Древней Греции. Это круто, да. Но мне в 2018 году было недостаточно после чистого комиксов. А вот это второй момент, про который я хотел сказать. На самом деле, ты знаешь, что мы стали все такие требовательные, пипец. Это же было кино про какого-то мужика, только ты даже комиксы ни одного не читал. И ты пошел и такой, ну я там ждал, ну вот. Я ждал интересную историю. Я пошел, два часа посмотрел, забыл. На самом деле, в какой-то момент к искусству развлечений стоит относиться не так, что оно определяет твою жизнь. Это, блин, поп-культура, она… Нет, нет, я хочу жить мемами из этого фильма, я хочу там писать фанфики, я хочу все это делать. Дайте мне это. Хорошо. Артем не знает меры. К сожалению. Так что, на самом деле, я понял, что надо все быть проще. Надо просто посмотрел кино, получил удовольствие. Главное, я вот теперь… Я живу сейчас по одному принципу. Какая эмоция осталась в конце… Вот ты вышел из кинотеатра. Какая эмоция осталась в конце… Такой и фильм. У Атлантиды всегда был царь. Теперь нужно нечто большее. Что может быть больше, чем царь? Герой. Я говорю, новость от 23 марта 2018 года. Россия нам разрешили мочить манту. Да! Воспользовался этой штукой в фильме несколько раз. Все хорошо. Что он сейчас сделал по твоему? Я не понимаю. Так что, все по канону, ребят. Все по канону. Не надо. Не надо говорить. Плохо. Но только ты… Манта моей мечты… И под эту чарующую песню мы завершаем наш обзор. Пишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам наш гек-обзор. Как вы думаете, почему называется гек-обзор? Какой фильм нам следует еще обсудить в дальнейшем? Что нам стоит улучшить? Может быть, подсказка убрать романа? Или вырезать все шутки Артема? Или все сразу? Или отправить его наконец-то снимать фильм? Вам решать. Каждый такой новый проект – это потеря на время Артема. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. А мы будем продолжать радовать вас нашими новыми проектами, экспериментами. Ведь мы хотим говорить о комиксах, о гек-культуре и развивать это направление во всех возможных направлениях. Класс! Молодца! Сразу видно опытный человек. Сразу видно, Артем говорил впервые в жизни без редактуры. Молодец!